В субботу в рамках еженедельного объезда глава района Алексей Валов осмотрел выставку пожарно-спасательной техники и средств индивидуальной защиты. Она была развернута перед зданием районного дворца культуры и приурочена к проведению Всероссийского месячника гражданской обороны. С экспозицией могли ознакомиться все желающие. Особенно интересно было, конечно, детям. Но еще больший резонанс вызвало то, что происходило в этот день рядом, в сквере Пушкина. Сквер Пушкина был открыт после реконструкции в конце августа, в день Щелковского района и города Щелково. Но благоустройство его тогда не было закончено, нужно было еще посадить деревья, уже взрослые. Эта акция проходит сегодня, 6 октября. При реконструкции сквера пришлось вырубить старые поврежденные деревья, которые все равно долго бы не простояли. Поэтому глава района Алексей Валов дал тогда жителям обещание высадить новые растения. Сказано – сделано. На центральной площади, да, здесь было 4 больших ели. Их спилили, потому что они уже были взрослые, больные. И чтобы в дальнейшем не нарушать благоустройство, принято решение их спилить и восстановили, посадили новые ели. Новые саженцы уже готовы радовать местных жителей. Всем им от 6 до 10 лет. Выросли они в питомнике, а значит растения сортовые, здоровые, качественные. И обязательно должны прижиться, поскольку выбрано самое подходящее время для осенних посадок. Сегодня в сквере Пушкина мы высаживаем деревья и кустарники, порядка 80 штук. Все они довольно-таки хорошо сформированы, уже взрослые растения, чтобы сразу был эффект. Это и бересклет, и спирей, и пихты, и клёны. Вначале расстроились, когда елочки здесь убрали, и мало зелени. А потом, сегодня как увидели, вот это все, у нас аж глаза такие были. Очень довольны. Хорошие акции. Мы встречались с жителями, говорили о том, что обязательно сделаем комбинационные высадки на территории благоустраиваемой. И выполнили обещание. Закупили достаточное количество саженцев. А формирование и благоустройство новых общественных городских пространств в Щелкове продолжается. Со стороны старого моста уже можно увидеть очертания будущей набережной, которая строится на правом берегу Клязьмы вдоль улицы Шмидта. Алексей Валов провел здесь совещание со строителями и проектировщиками. На стройплощадке, протяженность которой более 800 метров, завершен перенос канализационного коллектора. Продолжаются работы по укреплению берегов. Отмечается, что объект сложный в инженерном отношении. В ходе работ обнаружены кабели и трубы, которые не были отражены в проектных документах. Выясняется их принадлежность, это занимает время. Тем не менее, набережную обещают сдать в срок и с высоким качеством. В этом году в любом случае сдадим. Надо сделать так, чтобы надолго. Можно было сверху просто плиткой выложить, а там что будет, то и будет. Нет, так нельзя. Надо делать все основательно. Чтобы люди оставляли доброе впечатление от качества и гарантированного срока эксплуатации этой набережной.